всем доброго и бодрого утра всем хорошего настроения и темочка спит камер думал пойду справлять уже постели а это хорошо с темочкой спала так прям прикрелась до карининой комнаты я хочу согреться закутаться в тёплый тёплый ледик в мягкий и спать но но пока малыши спят надо сделать крюша с корешкой в садике сегодня собирал мус что чем он плохо спал у него зубки лезут нижние это просто трэш ну понимаете да что то такое рассказывать не надо она собирал в школу то что я не могла встать он иногда так делает она собирает школу спасибо музыка огромных но домашние дела никто не отмел надо брать себе в руки вставать и перед из песенка делать разморозила голени индишины по млс хочу замариновать очень люблю запекать фольде получается безумно вкусно долго-долго прям нужно томить красиво огромные прям 4 таки большие голени не знаю все четыре запекать или 3 запечь одну обратно морозилку отправить стою уже полчаса причем кто там хулиганит кто хулиганит нельзя эти игрушки дергать нельзя их дергать нельзя возмущаться я сейчас повозмущаюсь нельзя я дай вот с игрушками сами играй настырный противный весь маму вижу царь вижу препятствий доставай кубик конечно все классные надо дарить полезные до подарки тема смотри дома сейчас так много всяких разных развивашек тема смотри и как погремушка вообще интересно где я такая с этим кубиком ползи молодец на ползи ты сам упусти камень захропел так она любит крылаться я тёмочек кормлю очень надеюсь что он тоже захрипит рядышком этот кубик мы подарили походу не только тёмочью но и карине красотка камея пришла 40 минут сидит играть с этим кубиком смотри чем у тебя не запули комика лови спрашивали от если кореи камила сидит на диване а тёмочка на полу она может на него наступить нет она всегда внимательно смотрит она умничка перешагивает через него до . уже молодец ползает по всем комнатам ты умничка камень что-то после дневного сна проснулась мальчика покапризничала что-то пришла в себя тёмик тёмоч он там все рассматривает не-не-не давай-давай он тяжелый тёма всё рассматривает а я сегодня у племянника день рождения лёша только приехал с работы осень устал вчера до 11 ночи работал а у кирюша завтра контрольная и он сам не захотел я хочу быть с папой и вот они остались дома лёша камень и папа у лёша камень и папа лёша кирилл и камень взяли бы камень с собой но у меня настроение у меня уже хорошо поэтому не стали её брать каринка побежала за нами уже приехали мы едем собирались собирались и не забрали с толком бегу сейчас в ассорти надо купить тёмочке одну жидкую кашу главное бутылку с собой взяли это уже огромный плюс но погода сегодня уже хорошая что несколько дней было очень-очень холодно сидели дома не выходили даже я сценила я саду сюда красавчик красавчик Расслабились с соседкой так, что я навеселее, чем выпили мы с ней всего лишь по бокалу глинтвина и все. Я вообще не пью. Я, не знаю, грамм 50, наверное, могу целый вечер сидеть. Это мы с ней решили и выпили. Так было нам вкусно, хорошо, а сейчас мне очень весело. Ну, кто не пьет, тот знает, как это, да. Сегодня-то хорошо провели день, посидели. Сегодня еще и соседка ко мне в гости приходила, кофе с ней посидели, попили. Потом мы поехали к племяннику на день рождения. Потом мы с ней встретились, сходили попили глинтвина, попили пиццу, прогулялись. Все такая красота, иногда такие разгрузочки обязательно нужны. Сразу хочу ответить на комментарии, которые продвижив будут. Почему мы не взяли с собой Камилу и Кирилла? Камилу мы не взяли по той причине, что ей очень плохо. У нас сегодня целая зимка приедена. Ехать на день рождения портит людям настроение. Я не вижу смысла. И второй момент. Ей само это будет некомфортно. Зачем? Зачем ей, когда у нее такое состояние? Ей хочется быть дома, не на улице, не где-то. Хочется ей быть дома, ей так спокойнее. Кирилл не захотел сам ехать, поэтому я никогда никого не заставляю. Я вообще, вы знаете, по жизни живу с таким правилом. Никогда никого при себе не держу. Всем, кому не нравлюсь, всех, кого раздражаю, всем говорю, до свидания, закрываем двери с той стороны. Тоже никого ни на что не принуждаем. У каждого человека свой выбор. Мы предложили Кириллу, ты поедешь? Он сказал, что нет, я буду дома. Я хочу там поиграться в свободное время. Все, пожалуйста, это твой выбор, твое желание. И мы обязаны как родители послушиваться к его желанию. Поэтому они остались дома, а мы вот поехали. Нас повезла сестренка. Потом приехал за нами муж, он там тоже посидел. И мы вернулись. Они пошли домой, а я пошла дальше укралисти. Вы знаете, раньше я себе такое не позволяла, никуда выходить, только с детьми. А сейчас начала себе позволять. И, вы знаете, мне это очень нравится. Это очень важно для того, чтобы немножко развеяться, отдохнуть, переосмыслить свою жизнь, поменять обстановку. Потому что бытовуха на съедает, вы сами знаете. А я вот сейчас сижу, так мне хорошо. А мне надо постели стелить уже. Я не хочу. Я хочу или просто сидеть, или уже спать. Вот. Ну, зато надо все мне хорошо. Что сегодня я мало убиралась. И много отдыхала. Приятно проводила время, скажем так. Потому что сегодня Камилка очень капризна. Если бы я сидела бы на это все смотрела, честно говоря, сошла бы с ума. Я, вы знаете, я уже насмотрелась на это все. И я уже не могу. Вот как-то так. Поэтому муж меня поддерживает в этом. Спасибо ему огромное. Он понимает, что вот он уходит на работу. Да, у меня эта обстановка. У меня, как бы, скажем так, одна и та же картинка. И он у нас спокойно отпускает.